доброго времени суток всем хорошим людям зовут меня андрей ермолкевич приветствую вас своей мастерской в гараже делаю очередной комод просили меня рассказать как я делаю выдвижные ящики вот рассказываю вот они выдвижные ящики понятно что они у меня тут разной высоты увеличиваются они по закону динамических прямоугольников видео про то как рассчитать комод в котором ящики вот распределяются по убыванию или по возрастанию смотря откуда начинать считать высоты по закону вот этому динамических или по методу динамических прямоугольников есть отдельное видео у меня единственное что хочу сказать для тех кто интересовался вот этот вот метод динамических прямоугольников как-то связан или нет золотым сечением скажу да связан вот эти вот динамические прямоугольники потому что по итогу из любопытства купил я себе вот такую вот книжицу джей хэмбиджа элементы динамической симметрии на амазоне была распродажа библиотеки в общем за какие-то совсем смешные деньги удалось мне это все купить в общем кому интересно вот название может вот так вот лучше будет можно почитать но не суть значит не буду рассказывать как я там клеил щиты из сосны кстати тут вот толщина стенок 16 миллиметров как я их в размер пилил покажу я сейчас немножко экшена потому что народ просит экшен не надо объяснений покажите нам нам все сразу станет понятно хорошо сейчас покажу как я вот эти вот шипы делал а потом немного слов для тех кого все таки интересует как это все словесно комментарии какие-то к процессу кое-что еще расскажу и 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 этой вот приспособу incro ай бокс ну и диска 6 миллиметрового пазового от cmt видите но раньше я вот кстати что хочу сказать раньше я делал вот это вот соединение на циркулярке makita 2704 и мне вот 150 диска вылета вполне хватало сейчас у меня вариор пила чугунная и от вылета 150 диска мне хватает буквально чтобы сделать там где-то 17 миллиметров ящики но потому что высовывается диск в этой пиле вариор гораздо сказать меньше чем выглядывает меньше чем выглядывает из makita посему надо мне какой-то диск покупать себе побольше ну чтобы была возможность нарезать шипы вот эти вот в материале потолще так в общем что я хочу сказать incro ай бокс купил я ее 6 лет назад до должен сказать вот у меня с apple вообще никак роман не сложился до поэтому у меня никаких там нету айпэдов айпадов айподов и еще там ай знает что а вот есть у меня ай бокс от инкры посмотрел я 6 лет назад купил за это время ни разу не было нужды в каком-то обновлении после которого это инкра начинает там тормозить или еще что-то в общем настроил я один раз перестраивал вот я рассказывал у меня была пила 2704 makita вначале я настроил под нее под вот этот вот диск он у меня так и подписано тут вот карандашиком инка и в следующий раз я перестроил вот эту вот приспособу только когда ее перевез гараж балкона и для на своей вот этой вот чугунной пиле начал нарезать шипы все вот за всю историю она получается как бы у меня по большому счету два раза настраивалась значит доволен я как слон сейчас покажу это спустя 6 лет я доволен как слон сразу я тоже был доволен как слона теперь он доволен как уверенный слон покажу как это все соединение вблизи выглядит просто я хочу показать как насухо должно собираться вот такое вот соединение чтобы потом не было проблем при склейке смотрите все руками собирается все как бы плотненько все хорошо и вот как бы это соединение само по себе не распадается приспособа это довольно точно и сейчас я возьму ящик побольше и покажу как на нем заходит вот так вот заготовочки вот так вот все это дело как бы заходит конечно лучше все это дело с трубцинками поджимать не буду я поджимать потому что вот видно да что с руки без всякой киянки ударов все это можно соединить ну в общем то если сделать плотнее соединение то будут проблемы реальные при склейке потому что прочность здесь фантастическая потому что очень большая площадь склейки вот представьте сколько тут вот этих вот маленьких квадратиков которые будут между собой склеиваться то есть прочность фантастическая за счет большой площади но соответственно ежели сделать слишком плотное соединение то будут проблемы при склейке опять же что еще хочу сказать из полезных советов лучше щиты вот эти вот пропускать через рейсмус прямо перед тем как будут нарезаться шипы потому что если сделать ну кучу щитов на неделю на две оставить то как бы вы их не хранили скорее всего они немножко поведут ну геометрия уйдет вот эти вот щиты были от рейсмусованы прямо перед нарезанием шипов поэтому ну видно все тут более менее прилично какое основное достоинство вот этого метода ну с такими вот шипами ящичными помимо того что ну конечно это все очень прочно значит смотрите тут не надо думать ну в отличие от тех способов когда там с фрезами хитрыми ящичными делается вся вот эта вот музыка не надо думать о расстояниях надо сделать ящик допустим там 800 миллиметров на 450 все вот мы заготовки делаем 800 миллиметров заготовки делаем 450 миллиметров вот тут вот видно да у меня получается шип вот этот вот он чуть-чуть и не доходит до ну точнее он как было час не доходит чуть-чуть и да а когда я сожму струбцинками у меня все будет тут заподлицо вот нам маленьком на узком ящике точнее или как вот вот на этом невысоком ящике да сейчас я этот отодвину тут видно что все тут как бы хорошо и все смотрите вот вообще все заподлицо то есть когда я большой ящик струбцинами стяну у меня тоже все выровняется поэтому мне не надо рассчитывать ну вот кто видел вот эти вот фрезы есть ящичные такой паз фрезеруется ну во первых там по прочности все гораздо хуже чем здесь во вторых там надо сидеть и рассчитывать как чего где отнять прибавить а тут все четко в размер сделали все напилили не надо ничего думать опять же как бы красиво все это дело смотрится про вот эту вот шипорезку есть у меня обзор на канале и как ей пользоваться поэтому ссылку на видео я добавлю в описании ничего нового по сравнению с тем роликом я вам ребята не скажу ну а кто не видел мой балкон на котором я работал можно там и посмотреть вот ну ссылочку добавлю я и на ролик по расчету комода в описании но на этом все спасибо за просмотр до свидания